Выставка трёх художников – Дмитрия Воронцова, Анатолия Власова и Михаила Пузырёва «Русский север» – открыта в библиотеке Розанова. Все эти авторы много раз бывали на севере. На основе собранного материала и были написаны картины. На работах Анатолия Власова изображены далёкие, суровые и в то же время живописные места. Каргополе – это деревня Ледины, Ашивенская, которая является по статусу самая красивая деревня в России. А Кирилло-Белозерский монастырь, кстати, основанный учеником Сергия Радонежского, монахом Кириллом, это самый большой монастырь и в Европе, и если не в мире, то, наверное, не в мире, оно в Европе точно. Михаил Пузырёв работает преимущественно в жанре пейзажа. Излюбленным мотивом творчества художника-живописца является природа севера. На его картинах – живописные берега рек, озёр и Белого моря. Это суровый колорит, чувство внимания, осторожности, неспешности в поведении людей, и открытость, такая доброжелательность, такое взаимодействие, чувствуешь себя совершенно как-то, ну, ощущаешь это какой-то кусок жизни, знаете, промежуток вот этот. Ну, естественно, ощущаешь, что ты где-то очень далеко, на краю где-то там земли. Михаил Пузырёв и Анатолий Власов – ученики заслуженного художника России Дмитрия Воронцова. Произведения Дмитрия Андреевича входят в художественные коллекции Министерства культуры России, а также хранятся в частных собраниях России, США, Франции, Великобритании, Испании и Польши. Картины Дмитрия Воронцова охватывают широкую тематику русского севера. Художник много лет посвятил изучению и популяризации этого края. Впервые Дмитрий Воронцов попал на север в 1961 году. С первой поездки, как только вот первую поездку появился, посетил север и все, заболел хронически неизлечимо за всю жизнь. Где бы ни был я, где бы ни был, на Урале, в Туве, на Кавказе, в Крыму, все равно тянуло на север. Дмитрий Воронцов, Анатолий Власов и Михаил Пузырев входят в состав творческого объединения «Русский север», которое объединяет более 30 художников от Москвы до Урала. Основная выставка прошла в Центральном доме художника в Москве. В библиотеке Розанова выставка будет работать до 1 марта. Полина Иноземцева, Антон Каврижных, программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин